Некоторые эксперты утверждают, что в России около 300 городов, которым грозит исчезновение. Действительно, в 90-е годы население страны пошло на убыль, и теперь многие населенные пункты могут прекратить свое существование. В этом материале разберем несколько городов России, которые могут исчезнуть через 50 лет. Норильск стал самым быстро вымирающим крупным городом России. Население с 213 тысяч в 2006 году упало до 179 тысяч в 2018 году. Немалую роль в этом играет плохая экология этого места. Норильск крайне загрязнен разными отходами. Работы для населения мало, больше половины жителей заняты на Норникеле. Это предприятие также вносит вклад в ухудшение экологии. Климат в Норильске не из приятных – суровые зимы и короткое лето. В Иркута. В Иркута все еще остается одним из крупнейших городов России за Полярным кругом. Однако его будущее довольно туманно. По темпам убыли населения это место находится в лидерах. С 2001 года численность с 87 тысяч человек упала до 54 тысяч в 2019 году. В Иркута стала одним из самых быстро вымирающих городов в стране. Судя по отзывам местных жителей, ситуация в городе не самая благоприятная. Скорой помощи много где нет, магазинов мало. Городообразующая угольная промышленность находится не в самом лучшем состоянии. Закрытие шахт вынуждает жителей переезжать в поисках работы. Если так и дальше будет продолжаться, В Иркута может и вовсе исчезнуть как город. Островной. Город Островной является закрытым городом в Мурманской области. На территории населенного пункта расположена военная база «Гримиха». Здесь хранятся различные радиоактивные отходы, которые с конца прошлого века активно вывозятся отсюда для утилизации. Раньше в Островном была крупная база Северного флота, но в 90-х все это было либо утеряно, либо перевезено. Вслед за закрытием главного места работы многие жители начали покидать город. С 1996 по 2018 года население Островного снизилось почти в 8 раз – 14 тысяч против 1847. В город нельзя приехать ни на машине, ни на поезде. Сейчас Островной – один из самых небольших городов России. Что здесь будет после вывоза всех ядерных отходов – большой вопрос. Верхоянск. В Верхоянске еще холоднее, чем в Норильске. Заморозки могут продолжаться круглый год. Даже летом Верхоянск – один из самых холодных городов в мире. В конце XIX века здесь зафиксировали абсолютный максимум – минус 67,7 градусов ниже нуля. Из-за такого сурового климата жить в Верхоянске очень трудно. Если раньше сюда привозили ссыльных, то теперь прироста населения нет вовсе. В 2018 году здесь проживало всего 1122 человека. Инфраструктура и транспортные развязки здесь также в упадке. Добраться в Верхоянск можно из Якутска. Но возможно это только зимой, и путь займет до 4 дней. Есть также воздушное сообщение, но билеты не из самых дешевых – 20 тысяч в одну сторону. В Верхоянске есть только сельскохозяйственный промысел, никакой промышленности здесь нет. Чекалин. Этот город с населением меньше, чем у многих деревень и поселков, считается самым маленьким городом в России, убыль населения в этом городе началась еще в середине прошлого века. Сейчас Чекалин населяют всего 914 человек. Маленький городок в Тульской области едва ли сможет продержаться хотя бы 10-20 лет. В Чекалине большинство предприятий советского периода не функционирует. Часть жителей трудоустроена в соседних населенных пунктах. В 2014 году город имел всего три магазина и ни одной парикмахерской. При этом около половины жителей – это пенсионеры. Бюджет города составляет всего 5 миллионов рублей. Из этого больше половины – дотации. Экономическое положение города – одна из главных причин упадка Чекалина. Там нет не то что банка, даже банкомата. Местной больнице вовсе больше 100 лет. Артемовск. Артемовск также находится на грани исчезновения. Население города за 60 лет упало почти в 8 раз – с 13 073 до 1688 человек. Артемовск был основан еще в XVIII веке, когда тут нашли источники драгоценных металлов. Серебро и медь к 90-м годам почти иссякли, и люди начали переезд в другие места. Пока добыча не совсем остановилась, некоторые жители остаются здесь жить. Но надолго ли это – большой вопрос. Ситуация во всех перечисленных городах не самая благоприятная. Все идет к тому, что скоро они будут уменьшаться еще сильнее, а в конечном счете могут вовсе исчезнуть. Будем надеяться, что ситуация исправится, и жители останутся в своих домах. Мир непрерывно развивается, и количество людей также увеличивается. И, казалось бы, если нас становится все больше, то и места для проживания должны только шириться по планете. Вот только в реальности нередко случается так, что даже масштабные населенные пункты по различным причинам внезапно могут резко потерять в количестве жителей, а то и вовсе опустить. Вашему вниманию десятка крупнейших вымирающих городов, которые в скором времени исчезнут с карты Земли. Остров Хосима, Япония. Трудно поверить, что раньше это было самое густонаселенное место на планете. В нескольких милях от знаменитого на весь мир города Нагасаки расположено еще одно известное место. Речь идет об острове Хосима, также Хошима, который ранее был одним из самых густонаселенных мест на планете, а сегодня полностью вымер. Активное заселение территории острова началось в 1810 году, когда там обнаружили уголь. Ко в 1887 году численность населения острова составляла 5200 человек, а его площадь искусственно пришлось увеличивать до 16 гектар. К началу 70-х годов прошлого века угольные шахты иссякли, и в 1974 году их окончательно закрыли. После остановки градообразующих предприятий, корями шахты и были, население стало массово покидать остров, и всего за несколько недель Хосима, бывшая когда-то самым густонаселенным местом на Земле, полностью опустела. За несколько недель оживленный город стал призраком. Новый город-призрак стал популярным местом для туристов-экстремалов, и последних не останавливал даже запрет правительства Японии на посещение острова под страхом депортации. Однако волна интереса к таинственному заброшенному месту изменила его статус. Остров Хосима в 2015 году включили в список всемирного наследия в составе объекта объекты промышленной революции периода Мэйдзи, металлургия, судостроение и угольная промышленность. Сегодня посещение Хосима разрешено, однако из-за аварийности ряда построек туристов пускают только на определенные безопасные места. Ордос, Кангбаши, Китай. Китайская урбанистическая утопия оказалась почти пустой. История места, которое в СМИ на первых порах называли китайским архитектурным чудом, началась в 2003 году. Причиной появления планов по созданию такого города стало активное развитие угледобывающей промышленности. Застройщиками планировалось возвести посреди пустыни столько современных домов, которые обеспечивали бы жильем более миллиона человек. Однако в реальности это число сократили больше, чем втрое, до 300 тысяч человек. Вот только и эту цифру набрать так и не удалось. По информации novata.ru, сегодня в Ордос, Кангбаши проживает около 100 тысяч человек. И хотя цифра эта все равно внушительная, на огромной территории города она практически незаметна, улицы кажутся пустыми. Специалисты отмечают, что китайцы видят большое препятствие для покупки квартир там, в налоговом законодательстве государства. Некоторые дома так и не были достроены из-за отсутствия покупателей на квартиры. С подобной ситуацией в утопическом городе Мечты китайское правительство мириться не собирается, поэтому идет на самые разные уловки, чтобы увеличить количество населения. Так, в Ордос, Кангбаши открывают филиалы известных университетов, а незанятые дома отдают под общежитие для студентов. Также туда переносят государственные структуры управления округа, где расположен город, чем завлекают чиновников к покупке недвижимости ближе к месту работы. Люди в городе все-таки есть, но на огромной площади их почти не видно. Кроме того, крестьян из сельской местности всячески завлекают щедрой компенсацией и бесплатными квартирами, лишь бы те переехали, ведь квартиры не прекращают продавать в городе. На данный момент в планах правительства увеличить численность населения в ближайшие годы хотя бы вдвое, до 200 тысяч жителей. Может быть, после этого Ордос Кангбаши не будет выглядеть таким пустым. Ашхабад, Туркменистан. Столица Туркменистана Ашхабад на фотографиях похож на город-сказку. Современная архитектура, развитая инфраструктура, живописные виды. Кажется, что именно так должен выглядеть урбанистический рай. Вот только одна единственная деталь смущает при просмотре ярких снимков. На них практически невозможно заметить тех, кто живет в этом красивом месте. Люди сидят дома и смотрят на город из окна, они гуляют по живописным улицам. Местные жители, как и население всего государства, метко называют свою столицу городом мертвых. Большинство социологов, как, впрочем, и простых обывателей, причины пустующих улиц Ашхабада называют особенности политического строя Туркменистана. Все дело в том, что власти ведут довольно жесткую политику в отношении собственного народа, поэтому люди предпочитают не наслаждаться великолепными видами, а попросту отсиживаться по домам. Эти же обстоятельства негативно сказываются и на туристической привлекательности Туркменистана в общем и Ашхабада в частности. У государства репутация, схожая с печально известной Северной Кореей. Любое сказанное слово ни в том месте, ни в то время может привести к весьма неприятным последствиям. Даже выезд за пределы блистающей столицы там негласно под запретом. Тиандучинг, Китай. Оказывается, в Китае есть свой. Париж. Еще один китайский город-призрак, в котором люди на самом деле живут, но их особо и не видно на улицах. Однако интерес он представляет еще и потому, что является поразительной копией одного из самых известных европейских городов. По сути, Тиандучинг является азиатской репликой Парижа. Люди в городе есть, но гораздо меньше, чем планировалось поселить. История этого необычного города началась около семи лет назад, когда китайская строительная компания «Жи Чжан Ганг Шако» «Лимитед» приняла решение воссоздать недалеко от города Ханчжоу, в курортном местечке Тиандучонг. Французский Париж со всеми его знаменитыми архитектурными достопримечательностями. Так, за несколько лет на территории города появилась своя Эйфелева башня, знаменитые улочки, знаменитые европейской столицы и даже скульптуры и фонтаны. Даже массовые скопления людей не могут поразить масштабами. Однако расчет застройщика не сработал, город остался практически незаселенным. Причины этому называются две. Во-первых, сама концепция скопированного Парижа подвергалась массовой критике, и уже не каждый хотел иметь дело с местом, у которого не самая лучшая репутация. А во-вторых, в Тиандучонг банально оказалось слишком дорогое жилье, и покупать его бросились далеко не все желающие. Ара-Даур-Сур-Глейн, Франция. К сожалению, иногда причиной оставления обжитого места людьми становятся другие люди. Именно так произошло со французским городом Ара-Даур-Сур-Глейн. История этого места трагична и показательна. Оно было попросту уничтожено бойцами СС во время Второй мировой войны, а сегодня оно является масштабным печальным напоминанием о человеческой жестокости. По словам исследователей, Ара-Даур-Сур-Глейн в 1944 году был разрушен немецкими оккупантами, а практически все жители были убиты. По данным новаты.ру, из почти семи сотен местных выжило только шестеро. Еще около двух десятков человек успели покинуть деревню непосредственно перед началом бойни. Официальной причиной такого зверства немцы назвали месть за захват французскими партизанами штурмбанфюрера СС Гельмут Кемпфи, командира 2-го танкового батальона разведки вермахта. Деревня была разрушена и сожжена. Вот только по неизвестным доподлинно причинам в Ара-Даур-Сур-Глейн люди так и не вернулись. А когда встал вопрос о будущем этого места, то инициативу перехватил личный генерал Шарль де Голь. Им было вынесено распоряжение не восстанавливать инфраструктуру населенного пункта для последующего его заселения, а сохранить деревню в качестве музея, памятника жестокости оккупации. А недалеко от этого места была построена новая одноименная деревушка, в которой сегодня проживают чуть больше двух тысяч французов. Крако, Италия. Итальянский город Крако – это яркий пример места, которое может быть населено людьми на протяжении сотен или даже тысяч лет. Однако время нащадит даже такие монументальные точки на карте планеты, и рано или поздно оно будет все-таки покинуто людьми. Раскинувшийся на горе у самого края высокой скалы, город был предположительно основан еще греками-торговцами в период раннего Средневековья. Все сооружения в нем состоят полностью из камня. Первое же документальное упоминание о Крако относится к концу XI века нашей эры. После этого эпохи и правители сменялись, а город из камня продолжал незыблемо стоять, принимая все больше местных жителей в свои пенаты. Густозаселенным Крако оставался вплоть до начала 60-х годов прошлого века, несмотря на часто происходящие в горной местности оползни, наводнения и землетрясения. Однако после страшных подземных толчков 1963 года из города уехали последние 1800 жителей и больше никогда сюда не вернулись. На сегодняшний день древний город Крако является популярным туристическим объектом, однако повышающаяся площадь разрушений и опасность новых обрушений сооружений делают посещение туда весьма ограниченным. Интересный факт. Несмотря на то, что Крако уже не найти на политических картах Италии, и он официально считается покинутым городом, по некоторым данным, люди там все-таки живут. Во-первых, речь идет о лицах безопределенного места жительства, которые попросту нашли себе приют под крышами рушащихся средневековых домов. Однако есть информация и о местных жителях, которые после землетрясения 1963 года приняли решение остаться в своих домах до конца.